Всем привет, вы находитесь на канале FastGourTV и мы с вами продолжаем Final Fantasy VII ремейк. У нас с вами трущобы, правда сектор пятый, а не седьмой как нам нужно, и мы продолжаем помогать местным, в основном детям, но по-моему да, тут вон есть еще минимум одно задание от ребенка, поэтому давайте к ним приступим, я думаю, что мы их сегодня все пройдем, ну в смысле сегодня точно, но за эту конкретную серию. Мы пройдем все эти четыре задания, они, как я вижу, не самые, короче, длинные, поэтому особо с ними проблем не будет, да и вот эти не то чтобы супер большие. Я знаю, где находится это задание, пойдемте прямо сразу к нему, оно большое, после него откроют еще там следующее, следующее и следующее. Вот, а помню я куда идти, потому что я очень-очень умен в этом плане, он вот тут находится, да. Там прямо и налево, я знал, я немного передохнул, мои голосовые связки больше не хотят меня убить, вот, поэтому работаем. Тут парень недоволен чем-то. Оружие Шинры вырвались, пять гоняют просто как... Я хочу их разобрать на железо, мне нужно кто-то, кто может, короче, их уничтожить. Я разберусь. Да? Чувак, ты просто лучший. Я слышу, как они орут, преступник найден и другие странные слова. Другие подобные слова. Так, а где они там вырвались и бушуют, простите, ё-моё. Тут вот главная проблема этой локации в том, что как же далеко сюда надо бегать. Хотя карта, кстати, очень объемная по сравнению с тем, как мы по ней перемещаемся. Вот, надо не забывать сканировать. Мне нужно просканировать еще восемь типов противников, по-моему, для задания Чендлера. Итак, они где-то здесь. Надо ли мне их искать или они вылезут на меня все и сразу? Я понял. Возможно, это одна пушка, которая, типа, всех сейчас выбешивает, и именно от нее надо избавиться. Просто я от нее побегаю какое-то время. Я это не открываю. Все еще. Так, а как мы попадаем, простите, наверх? К тому вот не были еще вот здесь. Но... У меня такое ощущение, что тут все намного проще. Ну да, потому что здесь просто есть лестница, короче. Слышишь, ты? Я понял. Куда ж без монстров-то? Да серьезно? Аэрит, не туда же. Не туда воюешь. Как же тут много крыс. И всякой подобной нечисти. Сколько же мне за тобой бегать? Причем... Я так и не понял, он один или нет. Ну что-то мне подсказывает. Что сколько вы хотели? А, то есть я иду не туда. Потрясающе. Ищу не в ту сторону. А тут квестов, кстати, нету с этой стороны. Ну так, случайно, вдруг. Просто как будто бы... Стоп. А, ну да, тут оба... О, ю-моё, там... А, ну вот он вот сюда, наверное, убежал. Я пропустил проходик там. Он должен быть где-то вот сразу налево. Типа вот сюда. А я думал, сюда в принципе нельзя пройти. Это, похоже, тупик. Тут была стройка, но... Все, естественно, забросили. Вот они. Так, смотрите, берем Asus и используем на всех. Это, как минимум, даст нам... Да, один. С того, что нам нужно. Продолжаем работать. Я постараюсь выполнить как можно больше этих испытаний. Они, в принципе... Не то чтобы о чем-то, но это... Банальное испытание, которое интересно выполнять. А не просто... В тупую драться с кем-то. А еще они, короче, иммунны ко всему, походу. Потому что урона... Хотя нет, смотри, они все-таки немного подбиваются. Может, огонь? О, прешер. Тандр. Прокаченного, правда, нет, но типа... Ну, ты издеваешься. Вот он, короче, снова иммунен, да? Это, конечно... А я гений, кстати. Я их просканировал и решил... Забить на эту информацию, потому что там наверняка были написаны их слабости. Повторим. Повторим. Так, они... О, господи, они боятся статуса. И я понял. Они резистентны к физическим атакам, пока их не долбануть магией. То есть... То есть мне просто повезло, что Айрит есть у меня в команде. И она умеет делать типа вот так. Проблема в том, что они решили закопаться. Вылезать абсолютно рандомно. Так что прочитать... Эту конкретную секунду невозможно. Из-за чего мы немножко умираем. А еще мне хилиться надо вместо того, чтобы что-то использовать. Эээ... Ну... Ну да, надо. Наверное, больше урона. Почему Клауд мертв? Есть какое-то объяснение человеческое этому? Господи. У игры есть определенные проблемы с балансом. Это прям могу сто процентов заявлять. Типа... Что с этим делать? Не имею ни малейшего представления. А в задней ступе эликсир. Я просто не то чтобы контролирую поле. У меня в принципе особо нет возможности это делать. Какими беспособностями я не пользовался. Не пробьем. Там еще ряд проблемы. Белла бы она нужная у меня цель. Потому что по-моему ее обычные атаки это и есть магия. Плюс-минус. Да, один готов. И теперь лимит в него уже. Давай. Пока у него сброшен щит. Домой. Так. Ну теперь ты остался один. Вот. Одного более-менее контролировать можно. Ну так сколько разбиваться-то будет щит этот. Давай брейвером. И до свидания. Господи. Вот это было тяжело. Типа да. У меня не то чтобы есть прям суперконтроль противников. Персонаж не то чтобы мобильный. Все эти постоянные стаги. Это странно короче работает. Не знаю. Для меня это выглядит. Не совсем в норме. Сканируем. Четыре. Было бы конечно неплохо с такой способностью поймать сразу нескольких видов в одном месте. Но это обычные пачки противников. Они не особо кучкуются толпами. Как правило просто пачкой там из трех однотипных. Как это рано или поздно выполним. Типа все остальные которые мы вот выполняли на 5, 6, 7 главе. Я их выполнил абсолютно неосознанно. Ну как бы ну в смысле неосознанно. Я не пытался. То есть как бы я понимал что они сами себя выполнят без каких-либо проблем. И что тут? А еще где-то есть. Я понял. То есть надо искать еще товарищей. Но я так понимаю что. Типа да я убил троих. Надо искать. Ммм. Это будет значительно сложнее чем я думал. Их правда найти не проблема. Рано или поздно я воткнусь. Тут не то чтобы много мест где мы не были. А оставшиеся задания имеют весь потенциал быть прийти матч короткими. Типа одно из заданий было вообще просто поговорить с владельцем магазина. Ну как владельцем. С владельцем да магазина. Вот так вот. Мне правда столько хп нифига не хватит вообще. Ну вот смотри. Вот тут можно как-то бежать. И ну да. Тут тоже кого-то встретить наверное. Не знаю. Тут есть несколько закоулков. Куда я не совсем пока понимаю как попадать. Поскольку бегаем мы со-со. Можно и проверить. Ну нет это должна быть какая-то большая локация. Где будет много места. Где мне смогут оторвать лицо. Оно такое. Обширное. Я такого тут пока не особо вижу. Тут мы тем более по крышам ходили. Пусть уже. О не нашел смотри. Эмм. Два. Ну типа да. Два. И последний. Это вроде как надо просто сдать задание. Поэтому. Поэтому поехали. Давай Айрит. Я надеюсь мы с этой пачкой разберемся как-то поспокойнее чем с той. Буду тебе максимально за это признателен. Я понял. Вот заклинание это хорошо было. Да давай. Вот в этого. Давай по фокусам будем работать. Окей? Нет. Он может меня этим убить. Я же говорю он может меня этим убить. А там тайминг непонятен. Он просто типа вылезает из-под себя. Иииии. Иди сюда. Как же они летают. Попробуй догони называется. Ну. Ну еще же. Ну Айрит. Я понял. Просто не хочется тратить свою магию. Хочется потратить свою повозку на. На какой-нибудь рывок. Отлично. Возвращаемся к испуганному мужчине. Которых боится всего на свете. Ну блин эти штуки конечно серьезные были. Сейчас это. Это прям противник. С ним все не просто так. Я слышал. Я слышал. Вы с ними разобрались да? Роботы в реакторе уже. Там короче. Это же все из-за взрыва произошло. Должно быть они просто защищали реактор. И поняли что. Переходят на другую территорию. Или что типа того. Возможно. Мне практически и жаль что они так потерялись. Да что я говорю. Человек или машина. Шинры все это заслуживают. Сейчас подожди. В любом случае. Подожди. Я думаю что. Я не успеваю читать. Просто помнишь что если ты еще будешь где-то тут рядом. То ты можешь положиться на Клауда. Да вообще. Типа. Я и правда что-то как-то не обратил внимания. Я просто свалил на вас всю эту работу. Огромное ему спасибо. И вот там вот мужик. Хочет, ему нужна помощь у оружейного магазина. Развлекаешься? Возможно. Тогда покажи мне еще. Не забудь, это все сервис. Оставлю для тебя. Хорошо, но не думай, что сможешь рассчитывать на меня постоянно. И не планировал. Это хорошо. Потому что у меня очень хорошая зарплата. Да? А где моя зарплата? Которая тоже должна быть очень хорошая. Ну вот, Пэнк Респекс, это как раз он мне рассказал про этого дядечку. О, я его знаю. Ты должен быть тот наемник. У меня проблема. У меня юбилей смерти моей жены, и я хотел навестить ее могилу. Но я не могу, потому что некоторые существа превратили ее в гнезда. Можешь, пожалуйста, сходить вместо меня? Это будет тебе стоить денег. Это нормально, все хорошо. Кладбище прямо по реке. Но если я услышал, что они поставили новые ворота, а теперь там еще эти существа, я уверен, там все наглухо закрыли. А мы разве не купили ключ у Моги? Я думаю, мы купили. Да, потому что я сразу подумал о том, что нам понадобится ключ, короче, от этого, от кладбища, потому что, ну, у меня есть интеллект, короче. Как это верифайт хира нам вон туда. И существа, и все закрыли. А что навести? Я могу просто там очистить территорию, и он смог бы сам туда сходить. В чем проблема-то? Ой-ой-ой, блин, или не мог, или может быть это место лучше просто сжечь? Я не уверен, что мы к этому готовы вдвоем. Ленивые поехали, но... Это вина Мантис, это не королева, но очень похоже на страшную дичь, честно говоря. Токсины. Паутина. Веселухо. Как к огню относитесь? Так, подожди. Давай-ка, скан. Они тоже, они морозы боятся. А Эрит знает, что делать. Близзард быстро... Они очень это не любят. Да серьезно. Просто вставить в ФК и за... Все, он уснул. И она уснула. Потрясная игра. Хотя бы удар из этого состояния не выводит, слава богу. Я уже подумал. О, я, кстати, мертв. И способность не засчитает. Где мой самон? Мне нужен мой самон. Эрит может набирать еще медленнее свои заклинания. Вот такое. Это, короче, чуть-чуть надолго. В принципе, работают и молнии. А я опять от яда умираю. Еще раз молнии. Не работают. Странно. Очень сложно, когда ты, короче, единственный... Кто наносит урон в отряде. А я, как бы, ну, единственный наношу урон в отряде. А Эрит саппорт. Причем фулл саппорт. Это, ну, такое... Так, а Брэвер хорош против них. Своевременный стайгер очень нужен. Отлично. А Эрит туда Близзард вставит. И я подлечу на Брэвере. И он, по идее, должен вообще умирать. На, почти. 19 хп, яд и ядет. Куда ты полез? Квахут. Псих. С обычными, главное, зелиями просто. Ну-ка, может, Клауд сам, что... Блин, я могу говорить Клауду, что делать? Может быть, это внезапно будет работать? Не знаю. А тебе Близзард проходил? Как будто бы нет. Пока, Клауд. До свидания. Мне это было тяжело. Это было очень тяжело. Я говорил, что мы к этому не готовы. Может, хочешь сказать молитву какую-нибудь? Нет, спасибо. Я думаю, мы тут разобрались. Точнее, я думаю, что тебе достаточно. Ну, и молитву не говорят и читают, поэтому... Да. Страшное создание. Я, правда, благодарен за то, что вы сделали. Вот ваша награда. Я много ему должен. Может быть, даже больше, чем смогу отплатить когда-либо. Поэтому теперь я и вам должен. Я знаю, что это немного, но надеюсь, что хоть как-то вас дам цену. Мы... Все сделали, что надо с вашей женой. О, это... Такое облегчение это слышать. Не представляете, как это облегчает. Мой разум. Я уже думал, что никогда больше не смогу сходить на ее могилу. С моей больной спиной и моими ногами. Все тело уже старое. И я думал, что не смогу пробраться через этих существ. Но я был готов умереть, пытаясь. И все же нужно встать перед лицом... Лицом перед фактами. Существа или нет, я не могу так просто продолжать. Не говори так. Вот ключ от кладбища. Верните его, Моги. Но я же только что сказал про ноги. Почему вы просто его не заберете? Хорошо. Он будет стоить 5000... Это будет стоить 5000 гил. Все. Один гак всегда с своими людьми. Хорошо. Я больше никогда тебя ни о чем не попрошу. Я заберу твой чертов ключ. Как же это депрессивно. Что с миром стало в эти дни. А, конечно, я... Я же не помог. Только что. Забрать ключ 5000 гил. Нормально. Мне нравится. Мне нравятся такие условия, слушай. Сам заберет. Сам сходит. Сам почтит память. Теперь, когда все начало устаканиваться, мы, наконец-то, можем играть в игру. И все благодаря тебе. И да, я забыл. Там какой-то уставший мальчик около... Центра сообщества. И я слышал, что ему нужна помощь. Другой. Ну, ща, подожди, давай вот тут. Какой-то не мальчика, а девочка. Простите, Клауд. Ты пришел как раз в моей любимой игре. Хочешь поиграть? Она очень веселая. Правила простые. Человек, который ударит больше коробок коронованного чемпиона, победит. Мы обычно взрослым не позволяем играть. Но поскольку ты крутой, мы сделаем исключение для тебя. Приз, эликсир. Спектролка уберу. Мугл мяду. Окей. Не знаю, как это работает. Давай. Мы получим какие-то награды. А, коробки. Типа победит. Короче, нужно уничтожить как можно больше коробок. За определенное время. Каждая коробка будет добавлена к очкам. Как только таймер дойдет до нуля, игра закончится. Да и наберите очки, чтобы победить. Требильте эффект на скорую дюферу, вычитывая бокс. Я понял. Я понял. Это, короче, нелегко. Вот, типа, просто потому, что на это нельзя нацеливаться и нормально попадать тоже. Ну, это весело. И вот так, вроде, работает. Я сомневаюсь в 10к. Заклинание нельзя, к сожалению. Время. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай хотя бы двадцатку. Вот тут дохрена. И там время еще. Отлично. Что-то не надо было, наверное, мне отвлекаться на эту полтора к сарям. Да, они мне никакой погоды не сделают. Эй, не успею. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Там есть время. Слово хотя бы это. Эй, не успею. Двадцать пять восемьсот. Не надо было отвлекаться на ту. Я бы сейчас вот эту еще разбил. Ну, нормально, слушай тоже. Вау, Клауд, я никогда не видела, чтобы кто-нибудь настолько хорошо в это играл. Видишь, очень весело. Сыграешь с нами еще? Ну, там, видимо, можно... Типа, сыграть именно еще. И просто побить рекорд. Ну, круто все равно. Хорошие мини-игры. Там просто, не знаю, он типа... Ну, Брейвером он почаще там было пользоваться, и я поздно понял принцип влета в эти локации. Так, к тебе я попозже подойду. У меня там, конечно, что-то уже открылось, но пока рановато. Мы вот пойдем на последний доп-квест. Привет, мужик. А вы не знаете тут, где местный наемник, о котором все говорят? Это я? Я Дэймон. Я репортер с Дэйли Бас. Да, это... Помойка, это... Вы всегда пишите какие-то слухи. Наоборот, моя дорогая. Мы пишем частейшую правду. Мы ищем лучшее будущее для всех вас. А теперь, мои друзья, мне нужна ваша помощь. Вы знакомы с мистической и неизвестным бандитом, который называет себя Ангел Трущоб? Он доставляет декларации своим жертвам, обычно, союзникам Шинры, перед тем, как забрать у них их какие-то полезные предметы. Все ее знают. Все, что она крадет, она отдает бедным. Да. И она заинтересовала общество. Она очень тут популярной стала. Но при этом она все еще... При этом она все еще преступник и угроза общества. Я принял свою миссию раскрыть этого злодея, но местные не очень-то хотят помогать мне. И теперь я... Теперь моя личность как репортера была раскрыта и источников больше никаких нету, поэтому я пришел к вам. Наемник на час и человек, который спасет меня. Ну, как бы я то, что бы хочу этим заниматься, наверное. Не хочу ее раскрывать, она же нормальная. А, типа, она кто-то отсюда? Э, привет, кто это? Ангел-хранитель трущоб? Это та есть мистерическая фигура, которой все говорят, но никто никогда не видел. Ее никто никогда не видит, она даже... Она даже оставляет карту? Эту визитку? Может она маг? Не, это точно не маг. Это точно не магический трюк. Это настоящая магия. Поговори лучше, что она ведьма. Если уж мы обсуждаем слухи, тогда я слышал, что... Это на самом деле монстр. Я вообще могу о многих историях говорить весь день. Тяжело, а? Что? Знаю ли я ангела-хранителя трущоб? Ну, я много не знаю, но я знаю, что она не ворует у бедных и никого даже не убивает. Это, в принципе, все, что я знаю. Если тебе недостаточно, то поговори вон с Мирейль. Спроси любого, они скажут тебе, что она знает все обо всем здесь. Мирейль? Это кто? Это вот она, походу. Привет, Мирейль. И тебе приятно, видите, Рид. Я слышал, ты нашел о себе забавного нового друга? Клауд, знакомься, Мирейль. Она знает здесь все вообще в трущобах. Мирейль, это Клауд. Он бывший солдат, и он очень сильный. Выглядит полезным. Эти дети говорят о тебе. Защитник их секретного убежища. А теперь еще и герой дома Лив после помощи. Еще теперь помогаешь Дейли Бас в поисках ангела-хранителя Рутрущоб. Я-то? Да, я люблю слухи. А теперь вот мой настоящий секрет. Насчет того, насколько болтливыми шинры бывают. Я тут не из репортера, я сам ищу. Мне просто интересно. Или может быть ты тоже напал на след ангела, на чары ангела, как и многие остальные? В любом случае, так получается, что у меня есть информация. Но мне нужен моментик, чтобы я могла тебе ее отдать. Почему бы тебе с репортером не поговорить? Опять зачем Так что, есть какие-нибудь новости? Ты пытался говориться Мириэле вообще? Она сказала нам, что у нее есть Информация, о которой она может поделиться Мириэль как, типа Мириэль? Местная Сплетнича Чистница Я ее днями искал, умолял об информации Но она так ничего мне не сказала Так как заставить ее говорить? Эта старая птичка Передумала вот и все Так быстро скажи нам Что ты знаешь по поводу ангела-хранителя? Она снова атаковала? Я ничего об этом не знаю Но я знаю, где ее убежище Ее база? Ха, еще раз Простите, что происходит с носом Вот эта информация Где она? Скажи мне Глубоко В точке Обзора Мало кто Кто туда ходит в эти дни Я понял Я пойду проверю там прямо сейчас Пока ты не пойдешь Я предупрежу тебя о слух Который я слышала Ужасный монстр Ужасный монстр Который Короче Называю Короче там типа живет ужасный монстр Очень большое Много зубов Вечно голодный Я не знаю насчет себя Но я бы туда не ходила Да, но Хорошо Как хороший репортер Он никогда Глупо не рискует Сначала планируй Потом действуй Это очень Уважаемая Кредо журналиста Я не понимаю Что происходит Я третий раз чихаю Он явно говорит правду Если это планы Которые ты ищешь То у меня тут есть еще один То у тебя есть вот план Говорю Так ли? Мой наемник Не можешь ли ты Проверить что там находится В ее убежище Походу могу Я так понимаю Что Выбора у меня Не особо есть И переть Ё-моё Как далеко Побежали Понеслись Окаутпоинт Вот переводить название Локации Ээээей Такое Пок-аутпоинт Так А насчет монстр Это правда интересно Или как? Или нас обманывают? так стоп я уже был в этой части нам не сюда это страшное место это кладбище на кладбище не хочу так и получается мне остается бежать просто по прямой да а просто по прямой вообще здрасте это понимаю обычные противники это же умирают нет не вне то чтобы моментально так я сюда лазал и тут ничего да тут типа ничего не было твою мать привет я понял так но тут все просто гроза причем имеет смысл наверно ему сломать шар этот или нет мне сало дал блин я не могу его нормально бить поэтому нет я буду просто бить тушку ну не то чтобы пока если по шару но тоже не особо мороз но где брейвер просто по классике и конечно попаду по шару может агонь не знаю я понял я просто понял это буквально первая атака которую по мне попал именно в этот тайминг он решил я сделал и естественно но ты раскаюсь старался у нас ну естественно да неважно бить чем-нибудь я все-таки будет попробую ну такое как же долго тебя ковырять отходим он просто очень медленный попасться на его атаку практически невозможно только вот если я не делаю уже атаку какую-то она умерла просто померла и сейчас я еще и помру потрясающе вообще блин какие вы конечно душные противники то местная прям фу типа ну мне нужен статус а нахрен у меня ставить статус если у меня есть у меня и стоит по моему какой-то статус нет это просто странно его практически никак не получается пробить вообще ничем просто получается ковыряешь три дня он по тебе дает два удара ты умираешь а это короче нормальная сложность доброе утро это здесь не то потому что как бы да вот так уворачиваешься но вот он рандомно прилетает и ты ты мертв называется попробуй не увернись вот не уворачиваешься ты труп пол хп просто с одной атаки ну да понятно почему но я нахер извиняюсь просто можно какой у тебя будет поменьше у меня крит 17 ну конечно потом как будто после вот этого что ли дропнулся это типа нет а после чего он под прессинг попал после какого моего действия вот просто я просто пробил его я понял нет нет Субтитры сделал DimaTorzok Я понял Да, как попал-то? А, ты стоишь на месте, и он сейчас меня еще и ударит, нет? Сколько можно в ФК стоять? Я понял Аэрит просто огребает Иди сюда Может мне... Так, правда, походу Клауд умрет Быстрее Не, все-таки, типа Кайнда его слабость, но... Ну Клауд Не могу я контролировать их смерти, что... Опять умер Просто так Биг Бомбер, кстати, все еще есть Граната Адреналин Феникс Дон, тут все еще надо использовать Попробуй меня догнать, да, давай На Эритте Я просто его сейчас расстреляю Я понял Я просто... Я просто вижу, как Клауд получает удары Это, конечно, печально А теперь, короче, смотри Надо получить Лимит и долбануть по нему Как тебе идея? И убить его этим Бабах, бабах, бабах Почти И добиваем Фуа Что ж Теперь имеет смысл осмотреться Имеет Что мы получим? Визитную карточку, да? Ну конечно Ангел-хранитель Забыл слово Сламс Заберет ваше подношение во имя бедных трущоб. Должно быть это одна из её визиток. Я не вижу ничего больше интересного. Давай пойдём обратно и расскажем, что мы нашли. Да, я думал это как-то будет побыстрее, но это было три задания с просто нереальными какими-то противниками, которые пришлось убивать. Нормально. Сильно весело. Кому ты поверишь? Ты нашёл её визитную карточку. Это же потрясающая будет статья. Я уверен в этом. Это одна из её знаменитых предупреждений. Это удивительная находка. Это всё? Подожди. Похоже, что тут есть кое-что ещё. Сообщение. Этому репортеру, который всё разнюхивает. Я планирую преподать тебе урок, который ты никогда не забудешь. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Если наёмник бы тебе не помог, то этот монстр разрубил бы тебя уже на части Прости за это Я вот просто пыталась тебе помочь, но вместо этого из-за меня тебя почти убили Не, подожди, ничего же не произошло, да? В любом случае, надеюсь, что эта трагедия не пройдёт зря и вы будете делиться со мной информацией в будущем Эй, Ангела оставила ещё одну визитную карточку Она собирается убить Дон Корнелло Точнее, обокрасить Дон Корнелло — это нелёгкая мишень Не могу дождаться, когда он пойдёт на дно Извините, я репортер Вот тебе и награда Вот, почему бы тебе не взять вот это? А, да не благодаря меня Просто скажем так, я украла это из кармана Нельзя назвать кражей то, что ты просто возвращаешь своё Что ж, отличная работа, наёмник Ты точно нажил себе репутацию Ну вот и закончили Позновато уже, да? Ты весь день работаешь, уже счётчик времени потерял Приходится, платят же Пойдём домой Да, пойдём домой Нас там ожидает сюжет Причём сюжет какой-то конкретный Вот, а на этом мы с вами пока что закончим Это были все побочные задания в восьмой главе Увидимся с вами в следующей серии Поэтому, если вам понравилось это То поставьте лайк, прокомментируйте Подпишитесь на канал, если ещё не подписаны А также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новое видео Увидимся в следующей серии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok